Мир вам! Сегодня 142-й день войны и до сего места нас сохранил Господь. А я хочу продолжить тему библейских сюжетов, библейских тем и поговорить сегодня о Церкви Последнего Времени, о будущем Церкви. Один из важных аспектов, который Писание освещает для нас, предупреждая о Последнем Времени. И как минимум пять моментов, на которые можно обратить внимание, о чем ясно и достаточно открыто говорит Писание. Первое. Апостол Павел в своем Последнем Послании, во Втором Послании Тимофею, в третьей главе предупреждает о Последних Днях. Он говорит такие слова «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды». И дальше следует длинный список негативных характеристик, которые заканчиваются пятым стихом. Если бы не последний пятый стих, можно было подумать, что это описание общества, которое будет окружать Церковь Последнего Времени. Но пятый стих говорит о виде благочестия, то есть о видимости, богопочитании, которое будут изображать эти люди. То есть подобные характеристики будут относиться к христианам и, возможно, целым христианским общинам, которые будут претендовать на то, что они благочестивые, будут изображать вид благочестия, но не будут иметь ни силы Божьей, ни святости. Апостол Павел говорит или предупреждает Тимофея о том, чтобы он вообще удалялся от таковых людей. И, к сожалению, Писание нам описывает две общины или два образа Церкви. С одной стороны, это невеста Агнца, которая в чистоте ожидает своего жениха. С другой стороны, книга Откровения нам говорит о Вавилонской блуднице, которая строит отношения с царями, которая изменяет настоящим принципам и которая, в конце концов, будет наказана. Фактически, этот водораздел пройдет через все конфессии. Я думаю, что не будет такого, что какая-то конфессия будет правильная, а какая-то нет. Очевидно, что внутри каждой конфессии будут общины, которые будут демонстрировать, что они либо невеста Агнца, либо, наоборот, вавилонская блудница. Люди по-разному будут реагировать. И они, опять же, будут своей жизнью, своими поступками показывать. Они настоящие дети Божьи или те, которые только имеют вид благочестия. К сожалению, это первая тенденция последнего времени, о которой за 2000 лет до этого апостол Павел предупреждает. И на это надо обратить внимание. В 13 стихе этой же главы апостол Павел говорит, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Опять же, мы это видим, мы наблюдаем рост ересей, рост ложных учений. И, к сожалению, мы видим, как многие люди сами довольны тем, что они введены в заблуждение. Конечно же, они не признают того, что они в заблуждении. Но, находясь в заблуждении, они даже не пытаются анализировать это, не пытаются внять здравому смыслу. Они находятся в этом положении, поскольку тот следующий совет, который апостол Павел дает Тимофею, они пренебрегли. 14 стих дальше говорит, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». То место или та роль, которую каждый христианин и церковь поместно отводит Слову Божьему и будет определять во многом, община подвергнется влиянию заблуждения, подвергнется влиянию духа последнего времени, или выстоит, сможет удержаться и исполнить волю Божию. Невеста Анца или Вавилонская блудница – это важный водораздел последнего времени, который пройдет через всю церковь. Что еще можно отметить? Второй момент, на который я бы обратил внимание – это акцентирование на приходе Христа. Естественно, церковь, живая церковь последнего времени, будет говорить о приходе Христа. Она будет говорить «Ей гряди Господи Иисусе», она будет предупреждать других, что Господь близко. И при этом, естественно, в ответ будет слышать слова отступников, или слова тех, которые находятся в заблуждении, где же обетование пришествия его. Уже апостол Петр говорит в третьей главе с третьего стиха, опять же, подтверждая мысль Павла, но уже несколько в другом аспекте. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И девятый стих этой же главы. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Господь по своей милости не медлит ни со своим приходом, ни со своим судом. Он просто долго терпит, он просто ждет, чтобы как можно большее число людей пришло к покаянию. Но церковь, живая церковь последнего времени, будет больше и больше говорить, что Господь близко. И в свою очередь, отступники, они все больше и больше будут говорить о том, а где же он близко, за 2000 лет ничего не изменилось, а только стало хуже. Это тоже второй признак последнего времени и церкви последнего времени. Третий момент, на который я обратил бы ваше внимание, это жажда по личному откровению и коллективному водительству. Церковь последнего времени, я верю, согласно Писанию, она возжаждет Божьего откровения, Божьего слова. Она будет искать, и каждый лично будет искать откровение. Если до этого такой жажды было недостаточно, или она, если проявлялась, то не так массово, то я верю, что в последнее время, в церкви последнего времени, такая жажда проявится намного больше. Книга Прока Амоса, 8 глава, 11 стих. Смотрите, мы обращаем внимание на Ветхий Завет, поскольку он содержит пророческие образы. 8 глава, 11 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Жажда слышания слов Господних, жажда получать откровения, иметь этот, слышать этот голос лично. И в то же самое время, я верю, вместе с этим будет стремление к коллективному водительству, которое, опять же, будет проявляться в тех церквях, где все или большая часть хотя бы ищет Бога, ищет Его Слово, ищет Его направление. Жажда по личному откровению и коллективному водительству. Четвертое. Как следствие этого, будет большее проявление силы Божьей. Проявление силы Божьей, проявление духовных даров, конечно же, должно отличать истинную церковь. Истинная церковь будет сильна не в силу богатства или политических ресурсов, а потому что в ней будет открываться Бог. Очень большая разница влияния церкви, которая имеет связи или какие-то отношения с государственной властью, или имеет достаточно материальных ресурсов, чтобы привлечь к себе, или влияние церкви, в которой открывается Бог и проявляются Его дары. Смотрите, в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 14 главе описывает идеальную картину проявления дара пророчества. Смотрите, 14 глава, 25 стих. 24 прочитаю, чтобы было понятнее. Идеальная картина действия духовных даров, когда они приводят человека к покаянию, помогают ему увидеть живого Бога, который действует в живой церкви. Опять же, церковь последнего времени, я верю, она будет обладать вот этой полнотой духовных даров, и они будут проявляться и приводить людей к покаянию. Конечно же, Бог желает, чтобы люди спаслись, и Его дары существуют не для того, чтобы развлекать отдельных членов церкви. Его дары даны для того, чтобы приводить людей к покаянию. Когда это действует правильно, люди склоняются перед Богом и признают, что именно здесь, на этом месте действует Бог, и Он проявляет себя, и, соответственно, происходит то таинство обращения, спасения, которое радует небеса. И последний, пятый момент или пятый пункт, церковь будущего или церковь последнего времени, это церковь, которая готовится к встрече к женихам, и церковь, которая будет на брачной вечере Агнца. Это то, к чему стремится церковь, это то, что является главным ответом, какое будущее церкви. Будущее церкви, истинной церкви Христовой, там с Иисусом Христом, с Господом и Спасителем, который предал себя за церковь, и однажды Он придет и возьмет эту церковь к себе. И так всегда с Господом будем. Это то, к чему, я думаю, стремится каждый верующий, это то, о чем говорит внутренность человека, рожденного свыше. Ей гряди, Господи Иисусе. Именно вот эти пять моментов или пять пунктов являются в будущем церкви последнего времени. Я напомню, в каждой из них, первое, отступление, проявление заблуждения, проявление негативных моментов в общинах, в церковных структурах, которые разделят, к сожалению, вавилонскую блудницу и истинную церковь Христову. Бог, тем не менее, будет продолжать изливать свою силу, и церковь истинная будет акцентировать на внимание на приходе Иисуса Христа, на возвращении Христа. Именно это будет звучать больше в последнее время, именно это должно звучать больше в последнее время. Третий момент, это жажда по личному откровению, который будет проявляться в каждом отдельно, и коллективное водительство целых общин, которые будут искать Бога, получать Его Слово и поступать согласно с этим откровением. Четвертое, большее проявление силы Божьей, которое будет связано не с политическим или материальным могуществом церкви, а именно с проявлением духовных даров, именно с проявлением самой силы Божьей внутри церковных общин. Именно это будет привлекать людей и приводить многих к покаянию. И последнее, главное в будущей церкви, это место, где невесту ждет жених. Это долгожданное место, где церковь, и надеюсь, каждый из нас окажется в конце времен. Да благословит нас Господь, да сохранит нас от всякого зла. С миром Божьим!